Приветствую вас, отвечаю на ваш вопрос, который вы задаете, да, возможно, ваша мама внушила вам определенные представления о себе, определенные чувства, определенные мысли, вот. Но нужно понимать, точнее желательно, желательно, четко, четко для себя понимать, что именно вы, именно вы сделали выбор в пользу того, чтобы принять то, что ваша мама вам тогда сказала. Именно вы сделали выбор в пользу того, чтобы взять на вооружение то, что ваша мама вам донесла. То есть, грубо говоря, вы, Кристина, приняли когда-то решение, что вы, например, виноваты в чем-то. Что вы, например, не уверены в себе, то есть, что вы хуже других и так далее. И вот это решение, Кристина, уже непосредственно ваше. То есть, ваша мама к решению этому отношения не имеет. То есть, она как бы могла, конечно, на него повлиять, да. Вот, она могла на него повлиять. Но она не могла заставить вас ему этому решению следовать. Вот. Поэтому здесь вы, как бы, сами уже ответственны за то, что вы, ну то, что вы делаете. Вот. Это вот, эм, то, что я могу вам сказать по поводу, по поводу этого. Вот. Дальше. Эм. Значит. Вы пишите. Когда брат кидался на меня обратиться и унижал, она не защищала. Эм. 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 Скажите. Скажите. Скажите, пожалуйста. Эм. Эм. Вы. Эм. Считаете. Скажите. Что она должна. Была. Как бы вас защищать. Эм. 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 Вот это очень важный момент. То есть, вы как будто ждете, ожидаете от нее. От нее каких-то действий, но может ли она дать вам? То, что вы от нее, условно говоря, хотите. То есть, это все очень важная история. Это все очень важный момент. И вам нужно на это обратить внимание. Дальше. Дальше. Так. Я неуверенный в себе, чувство вины мне внушили, подет подруг даже. Вы неуверенный в себе, потому что себя оцениваете. Ну, или, скажем так, пытаетесь себя оценить. Пытаетесь себя оценить. Только на каком основании, правда. Вот. Оцениваете вы себя, скорее всего, по привычке. Которая вам, собственно говоря, привила ваша мама. Скорее всего. То есть, ну, то есть, ваша мама привила вам привычку оценивать себя. Вот. В следствии чего возникла и у вас такая вот позиция, что я тоже должна себя оценивать. Хотя, на самом деле, конечно же нет. Ну, конечно же нет. То есть, на самом деле, вы себя не можете оценивать, как не может себя и других оценивать любой человек. Дальше. Когда приходится общаться с какой-нибудь молодой девочкой, часто чувствует себя неуверенным ребенком, даже если у вас без денег младше меня. То, что вы себя чувствуете неверенным ребенком, опять же, связано с тем, как вы себя воспринимаете. Вот. Вот. Именно вот. Конкретно, как вы себя воспринимаете. Как вы к себе относитесь. Вот. Ну, совершенно очевидно, что относитесь к себе не очень хорошо. Да. Вот. Дальше. Я из неполной семьи. Видите вы. Отец вымер, когда мне было 8 лет, и сейчас мне 25, а я никуда не могу уйти, переехать не могу. А зачем переезжать? Для чего переезжать? То есть, какая цель вашего переезда? Именно цель какая? Ведь без цели, без цели делать что-либо достаточно сложно, тяжело. То есть, здесь возникает именно такой вопрос. Для чего вы хотите куда-то переехать или уйти? Какова ваша глобальная, к примеру, цель? Дальше. С нами живет еще брат 28 лет, в итоге мы оба не работаем. Я просто не могу найти работу подходящую, даже если какие-то места появляются в самый последний момент отказы, даже по примитивным вакансиям. Но здесь, опять же, очень важно, как вы себя репрезентуете сами, то есть, как вы сами себя презентуете. Вот. С одной стороны, с другой стороны то, что, да, ваша мама, она привязала вас к себе, она не позволяет вам, как бы, от себя оторваться, потому что вы ей нужны для подчерк... ну, для того, чтобы подчеркивать свою нужность и важную. Вот. Эм... Так. Хотя у меня банковское образование, плюс экономическое. Возможно, мы для мамы были обузы в жизни. Нет, напротив. Напротив. Для мамы были средством, чувствуя себя значимой. Что ей пришлось одной растить, она сидит, работает на заводе? Вот именно. Прислось одной растить. Так ее жизнь что-то значит. Бога, вы рядом с ней. Поганая такая жертва. Но я, как в замкнутом круге, никак не могу вырваться. Потому что вы также находитесь в треугольнике Гартмана в роли этой самой жертвы. В треугольнике Гартмана нужно выходить. Вот. Для этого, конечно, нужна психотерапия. Эм... Просто места работы были не особо устрачивыми, их я сменил немало. А из-за чего? Вот как бы... Это... Следствие всего того же отношения к себе. Эм... В профессии разочаровалась, да и без опыта в ней не брали. А какие у вас были ожидания от профессии. От профессии. Но даже, чтоб еще на что-то выучиться, нужны средства. Прежде чем в пригороде, на работу ездить далеко. Да и как вырваться отсюда, не имея ничего, становится... Становится страшно. Эм... Эм... Было бы желание, а возможности, я полагал, найдутся. Становится страшно. Эм... Треть чем? Может ли быть такое, что над своим поведением словами допрограммировали в минуте? Да, может, но... Эм... 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 Это, это важно, очень важно, вот, какая у вас глобальная цель, ну, ну, вообще. Вот, вообще, именно глобальная цель у вас какая, вот. То есть, что для вас вообще ценно, что вам важно, чего вы хотели бы, чего вы хотели бы именно, вот. Вот на эти вопросы пока ответы. И каковы ваши желания, опять же, в глобальном смысле, а самое главное, ожидания. Вот. Ну, и какие чувства вы себе подавляете? На эти вопросы для начала вам нужно ответить. И с этим уже обращаться к психологу и начинать работу. На этом все, я надеюсь, что помог вам. У вас есть все шансы своей жизни изменить. Вы образованный, эрудированный человек. Вот. У вас есть все шансы изменить свою жизнь. Для этого нужно только прилагать силе и быть готовым к переменам, и к еще большему сопротивлению тому, что вы делаете. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи!